Другое задание. У нас есть Барвиха, которая тоже как бы является раньше, чем Барвиха, а уже потом всё это КРМП пошло, пошло, поехало. И, разумеется, в комментариях сразу же все чуваки, которые понимают. Но мы это всё понимаем. Мы это всё понимаем, для чего вся эта карта, она, что из этого получится по итогу. Но, если честно, я сказать не могу. Скорее всего, мобильный интернет, будем честны, он же доступен абсолютно точно у всех людей, которые вообще... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. За последнюю неделю мне несколько раз уже скидывали ссылочку на проект по Among Us. Ну, не то чтобы проект по Among Us, а проект в GTA Samp на Android. И он как бы полностью типа Among Us. Типа пародия GTA Samp на Among Us. Чтобы чуваки, у которых, видимо, я там не знаю, есть желание поиграть не в обычный Among Us, а в Among Us какой-то кривой. Через GTA Samp, через вот эти вот все прочие вещи, через вот эти вот все прочие костыли, видимо, для тех самых людей. Все это придумывают. Вроде как с портом на компьютер или вроде того. И типа... Ну, что-то такое себе, да. Но сегодня, разумеется, мы будем говорить не о каких-то там, знаете, проектах, о которых никто не знает, а на которых вроде как когда-то, там, знаете, появится вот весь этот Among Us. То есть нам это не нужно. Нам нужна какая-то конкретика. И конкретика, по всей видимости, она пришла на Samp. Вернее, даже не совсем на Samp.R.P. Вот этот вот весь сервер для Samp Android, в который можно поиграть, на котором, там, знаете, самый большой миллиардный онлайн в GTA Samp и все вот это прочее. Нет, мы здесь, знаете ли, не за этим пришли, потому что у нас есть другое задание. У нас есть Барвиха, которая тоже, как бы, является дочерним проектом от Samp.R.P. Да это, как знаете, вот с Coca-Cola, ты приходишь в магазин, думаешь, «Ммм, а что бы мне купить? Фанту, Спрайт или Колу?» При этом не понимаешь, что все вот эти вот бренды, вот это Фанта, Спрайт, они все принадлежат компании за Coca-Cola Company, которая, типа, является монополистом. И тут точно так же, то есть ты заходишь на Барвиху и РП, а по факту ты заходишь на Samp.R.P. И если ты донатишь деньги на Барвиху, то деньги идут, как бы, с Samp.R.P. Почему я говорю Samp.R.P., а, допустим, там, не Барвиха и не все прочее? Потому что, насколько я могу знать, Samp.R.P., оно, как бы, появилось раньше, чем Барвиха, а уже потом все это к РМП пошло, пошло, поехало, и вот все вот это там далее произошло. Потому что, ну, ладно, мы ушли не туда. Постоянно мне говорят, мол, ты льешь воду, ты льешь воду, а как можно без этого? Без вот этой вот всей истории проектов, без истории Кока-Колы, без всего вот этого прочего, как так можно? Лично я, ну, не особо понимаю, и мне это, если честно, не особо интересно. Так вот, переходим в Live Mobile для того, чтобы там прочитать всю эту новость. К РМП проект Барвиха показали таинственное здание. Как думаете, что это будет? И, разумеется, в комментариях сразу же все чуваки, которые понимают, к чему все это идет, они написали, мол, О, Амонкас. Амонкас, он, знаете, добрался-то и до Барвихи, да-да-да-да, до Сантропе он добрался, до всех прочих вещей он также добрался, вот. Но мы это все понимаем. Мы это все понимаем, для чего вся эта карта, она предназначается. И, разумеется, когда что-то становится популярно, его непременно, там, перемещают в какие-то, в какие-то другие игры, будь то GTA Sump, или, там, я думаю, в Грис Моде уже нечто подобное есть. Вот, относительно недавно смотрел видеоролик моего, такого, знаете, приятеля Нези, который озвучивает вот эту вот всю заставку, мол, каждое видео выходит каждый день в 20.00, и, вроде того, вот недавно у него смотрел ролик, у него там тоже, знаете, в Майнкрафте уже есть Амонкас со всеми этими заданиями, со всеми вот этими прочими вещами. И сейчас все это появляется не то, чтобы в GTA Sump, а вообще во всей этой GTA мобильной индустрии на Android. И вот так оно все и происходит. Что из этого получится по итогу, ну, если честно, я сказать не могу. Скорее всего, это не обретет большую популярность. Зачем? Амонкас, он не требователен к телефону, он, тем более, не требователен к компьютеру, поэтому ты можешь дома поиграть, ты можешь поиграть на каких-нибудь парах, ты можешь поиграть, пока куда-то едешь, ты можешь все прочее сделать, разумеется. Нужен доступ к интернету, но мобильный интернет, будем честны, он же доступен абсолютно точно у всех людей, которые вообще пользуются телефоном. А таких, ну, как бы, как лично я понимаю большинство. И интернет уже идет по стандарту вообще в абсолютно всех телефонах, поэтому, ну, вообще в абсолютно всех, вернее, тарифах. И поэтому, ну, что-то говорить по поводу того, что интернет там у кого-то может не быть. То, что он может быть слабый, то, что он может вылетать, то, что там может быть все прочее, это, конечно, да, с этим ничего не поделать. Ну, такое иногда случается, а вот в остальном, ну, конечно же, все, я думаю, будет нормально, и так, как оно все и должно быть. Однако, ну, я думаю, что на этом уже данный видеоролик можно закончить, вы можете писать свое мнение по поводу всего этого Among Us в комментариях, что там получится у всех этих создателей-разработчиков Сантропе, у всех этих создателей-разработчиков Барвихи, у всех остальных чуваков, что получится, может быть, там, я не знаю, что получится у Илона Маска, нужно ли покупать акции Тесла, может быть, еще какие-то прочие вещи, вообще, что нужно покупать, может быть, что-то по акции можно купить, я не знаю. Поэтому все это вы можете написать в комментарии, главное, чтобы комментарий был, знаете ли, больше четырех слов, и там все было отлично. А я играл на проекте Arizona, RoleplayFenix, IP, а также мой никнейм DanteConnor, а также мой промокод Notoxic54, а также ссылочка на мой телеграм-канал, все это находится в описании данного видеоролика, заходите туда, подписывайтесь и становитесь спонсорами моего канала, чтобы у вас был ранний доступ ко всем моим вот этим вот сюжетам в GTA Sampi, чтобы вы могли, как бы, ну, смотреть ролики самым первым, самыми первыми, и чтобы, типа, смотрели вы ролики, да. До свидания всем! Субтитры создавал DimaTorzok